всех приветствую на канале у михалыча сегодня у нас туристический выпуск а точнее обзоры на товары фирмы следопыт а это вырежем вот такая пила в целом они очень сильно похожи что запила какая пила плита олег капилам первое что сегодня у нас будет эта плита газовая как ни странно поставляется на вот в таком вот пластиковом кейсе как и большинство плит у следопыта маленькая компактная плита из нержавеющей стали с расходом 150 грамм в час и 2100 ватт мощности у нее есть и пьезоподжиг и регулировка все это реализовано в одной крутилке ну а здесь у нас идет локировка самого баллона такие плиты без проблем подогреть еду разогреть еду приготовить еду скипятить чайник без проблем это можно как на природе так в принципе и в домашних условиях следующая плита вот такая она в принципе ничем по размеру почти не отличается от прошлых хотя модель как называется не компакт но имеет в целом ряд плюсов во первых у нее есть защитная от ветра каем которая не позволяет веду задувать пламя здесь и защита заднего задней стороны баллона то есть в принципе не так уж важно но тем не менее на здесь есть у нее расход топлива уже идет 60 грамм в час в отличие от прошлые там 150 грамм час то есть разница больше чем в два раза но и соответственно мощность у нее тоже будет этого меньше можно здесь уже 1900 ватт вот так же здесь реализован абсолютно и пьезоподжиг крутилочкой нажимаем до щелчка все это запускается и работает мы соответственно блокировка баллона внутри самой плиты это плита и да вы не ошиблись это газовая плитка которая реально компактная вы без проблем можете положить ее в карман вот таким вот образом но главное не сломаете но поэтому есть пластиковый кейс который вас защитит точнее защитить ее они вас ну его в принципе тоже значится так у нее есть пьезоподжиг понятно да у есть у всех наверное расход топлива у нее 140 грамм в час то есть в целом это почти как самая первая да и и намного больше чем 2 то есть хотя вот такого размера небольшого выдерживает она нагрузку в 5 литров водички да то есть вот сюда ставится на сами чайничек да не больше думаю вот как раз таки вот скипятить чайничек вот такой плиточки это прям ну кайф прямо-то на идеально подходит вот для этого но она садится уже не на простые баллоны как первые плиты а на резьбовые то есть не на цанговое среднее анализе было вот такие и это даже хорошо что они идут на резьбовые баллоны потому что рот и безопаснее особенно если мы в лесу ставим где-то на неровную поверхность то есть это гораздо более устойчивее будет регулировка пламени здесь тоже есть и она здесь выполнена кстати вполне хорошо она удобно без проблем регулируется 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 очень даже приятно и хорошо перейдем к горелкам вот такая горелка у следопыты есть довольно таки интересные таких раньше не видел но потому что скорее всего не интересовался но есть ряд плюсов первый плюс это в том что если вы работаете в каком-то таком очень жарком месте где нельзя держать баллон близко к огню то есть вы без проблем на шланг который длиной метр отодвигаете баллон и работаете вот горелочку так вот отдельно вы можете эту горелку грутить как угодно как хотите вообще без проблем у вас ничего не за никакие лишние газы там не выйдут ничего не получится все будет прям работать нормально пламя будет стабильное расход у нее 93 грамма в час то есть принципе одного баллона хватит довольно таки надолго шланг у нее армированный то есть он не резиновый он не прогнется не сломается вы даже если наступите будет ничего страшного не произойдет поэтому это такая очень универсальный прикольная хорошая горелка и еда на кстати тоже на резьбовой баллон то есть есть даже если вы там подергали ее и 1 упала то есть она не спадет с баллона как допустим цанговый зажим поэтому это тоже плюс регулировка пламени здесь соответственно тоже имеется пьезо поджиг и регулировка по мне вот здесь следующая горелка вот такая я конечно не специалист по горелкам но блин вы видите такие горелки то есть это такой массивная хорошая горелка кстати с прикольной регулировкой то есть ну тут так вот крутится я бы даже не сказал что нет неудобно потому что на камеру скорее всего это неудобно но по факту то есть тебе вообще ничего не составляет туда никакого вот покрутить вот это вот она идет у нас сами не под стандартный опять же баллон а под резьбовой то есть это видимо набирает популярность потому что раньше были только простые баллон сюда цепляете баллон пламя идет регулировка есть пьезо поджиг есть поэтому это вполне стандартная горелка пластика рукоятка металлическая наконечник все стандартно идем дальше от греющих перейдем колющим и режущим если у нас вот такой вот маленький мультитул и он реально маленький компактный он вас ни к чему не обязывает вы его купили повесили на рюкзак на джинсы неважно на что угодно и пусть он себе болтается вам не навредить не расстроиться ничего с ним не случится у него значит 12 предметов да как бы это ни странно не звучало тут есть и отвертка и пила и ножницы и двойная пила и другие 8 предметов которые перечислять не буду но в целом чтобы понимали вот именно вот таким вот брелком киногерои спасают мир когда у них ничего не остается и остается вот такая вот штука и она способна очень на многие вещи поэтому маленький компактный недорогой почему бы нет как истинный блогер вот смотрите пожалуйста вот так можете посмотреть как вот он выглядит вот с этой стороны тоже можете посмотреть пожалуйста пожалуйста вот таким вот образом выглядит его маленькие принадлежности следующий мультитул у нас вот такой то есть он чуть побольше уже идет но предметов в нем меньше вот как хотите так и понимаете но здесь уже есть пассатижи даже есть небольшие кусачки что дает вам больше гораздо плюсов чем у прошлому мультитул но нет нужно ногти уже не посидеть вот так вот ну а также пилка ножичек отверточка и вот такие вот штуки здесь есть он буквально небольшой сойдет для подарков небольшого как брелок как ребенку могут подарить что такое есть нож не забывайте а следующему титул вот такой уже более привычного нам размера да то есть по поинтересней но больше похоже на швейцарский нож до мультитул больше привычным как пассатижи здесь же немножечко вот такого все плана идет здесь у нас также есть нож есть небольшие пассатижи есть напильники вот такие вот штуки разные как бы все стандартно просто приятный мультитул который пригодится нам в каких-то походах каких-то местах эти вещи на самом деле когда покупаются они покупаются забываются вы ими не пользуетесь но в один прекрасный момент просто что-то случается и он вас очень сильно выручает крутим 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 у нас есть еще топорик вот такой вот маленький топорик у нас есть этот топорик вообще создан для того чтобы просто откинуть его в машину чтобы он лежал на всякий пожарный случай или взять у вас там собой небольшой поход чтобы нарубить щепочек вот такую штуку дрова конечно ты не покорешь можешь но не надо как бы он вот такой типа как некий атрибут вроде бы как бы обязательный но не совсем производитель нам обещает сталь здесь 2 cr13 почитал в интернете естественно это сталь средней твердости она довольно таки быстровато тупица но очень хорошо точится то есть и подлезла очень хорошо полировки также здесь у нас есть вами ключ если не ошибаюсь на 10 на 13 и возможность перерезать всякие разные веревочки или открывашки и сделать все в одном реализовано пластиковая рукоятка очень удобно лежит в руке в целом вот типа обычный простой маленький топорик вот и кстати он достаточно хорошо заточен изначально то есть обычно такой тупой топорики такого плана идут туповаты а здесь в целом довольно таки хорошо вот такая вот есть пила злющие согласитесь что она выглядит очень злостно типа ну прям как фильм их ужасов значит есть у нас здесь вот такие вот разные ограничители то есть это пила для пиления веток деревьев это гене и ограничители которые в принципе вам скорее всего даже помогут при пилении веток здесь типа 3d заточка которая позволит вам гораздо быстрее пропилить то есть это будет быстрый грубый пропил который облегчит вам задачу еще больше а также прорезиненная нормальная рукоятка то есть выглядит все это вот типа ну нормально надежно обрезиненная рукоятка здесь то есть без проблем даже если в зимний период времени вы не трогайте металл ничего вам не холодно все хорошо и в руке сидит нормально длина лезвия здесь 425 миллиметров то есть вполне себе хорошо даже не какой-то небольшой блёнышкой пропилить можете а так в целом да она громоздкая то есть есть чехольчик но без проблем закинуть также куда-то в поход или на сплав подобную вещь почему не и так возвращаемся в 2005 год вот такие есть очки я в них конечно записываться не буду потому что мне не идет в общем есть очки вот в таком прикольном чехле то есть он твердый все нормально в нем не сломается у него есть еще сменные стекла ребят то есть они здесь разные они солнцезащитные они просто защитные желтые то есть для работы в целом тоже подойдет есть вот такие с голубоватым оттенком и есть прозрачный то есть вы без проблем все это можете менять есть чехол в комплекте естественно вот такой вот обычный то есть чтобы не искать свою большую бамбан бандуру вот и соответственно есть ремешочек без проблем можете как повесить их и выходить здесь как собственно дома есть вот такой еще ограничитель между стеклышками и вашими глазами тоже можете использовать вот здесь поэтому прикольное просто решение то есть я опять же ни у кого такого не видел да наверняка они не профсегмента но опять же для рыбалки для похода для такой штуки они подойдут очень хорошо есть вот такой защитный экран от чего он защищает защищает он от ветра за него вы ставите плитку с огоньком ветер дует ничего не задувает и все у вас хорошо но если ветер сильный она естественно упадет поэтому есть небольшое предусмотрение есть вот такие штыри колышки которые втыкаются в землю и защищают от какого-то небольшого ветра но в принципе вы на природе вы без проблем можете что-нибудь соорудить и она точно не упадет занимает у места немного то есть это буквально вот так вот все складывается и ороса вот в такую вот сумочку это без проблем машину кладется вас опять же ни к чему не обязывать стоит дорого просто закинули и где-то да что-то вам это поможет ну обогреватель есть вот такой вот он у нас инфракрасный он у нас газовый то есть работает от обычного баллончика стандартного на цанговом зажиме по мощности полтора киловатта то есть обогреет нам квадратуру до 15 квадратов то есть это какая-то палатка это возможно даже помещение без проблем то есть он нагревается очень быстро еще и красивые вот тут свечение внутри есть баллон у нас загружает с вами сзади не надо никаких 220 вольт ничего вообще не нужно в принципе то есть баллон вот сюда вот вставляет здесь защитный колпачок колпачок убираем вставляем закрываем здесь происходит у нас регулировка газа тепла вот ну и еще один из плюсов просто мы можем поставить вот так и просто вот тут подогреть какую-нибудь еду приготовить конечно тоже можно но для подогрева прям идеально пьезо позже здесь тоже есть поэтому в принципе не туда не составит небольшая хорошая походная газовый походная газовая бы обогревать звук но с вами был каналу михалыч компания все ссылочки в оставим в описании подписывайтесь ставьте лайки не забываем про телеграм-канал там тоже много всего интересного ссылка также в описании всем